Всем привет, друзья! Вы на канале Budget Filmmaker. И сегодня, пользуясь случаем, мы немножечко с вами поговорим о камерах Canon и о тех, кто по-прежнему любит снимать на них видео. Поехали! Я хотел бы напомнить, что на данном канале нет и не будет никакого необоснованного, субъективного хейта к той или иной системе. Я это просто не приемлю и надеюсь, что вы тоже. В комментариях я также не потерплю таких подобных резких высказываний. Все такие люди просто будут баниться. Извините. Ну и для начала хотелось бы сказать о новинках от Canon. Они выпустили сразу две камеры, беззеркалку и зеркалку. Одна из них это долгожданная Canon 90D, которая на этот раз получилась достаточно интересной, учитывая все остальные камеры от данной компании. Да, это кроп, да, это зеркалка, но зеркалка достаточно продвинутого уровня. Она может записывать. Мы сейчас с вами будем говорить о видеосъемке. Фото возможности нас не интересуют, о них поговорит кто-то другой. Только видео. Так вот, 90D может записывать 4К видео до 30 кадров в секунду, конечно же. Но со всей площади матрицы. То есть никаких кропов. Вот ваш кроп 1.6 и все. Дополнительного кропа никакого. Это очень радует. Ни у одного Canon такого не было. И вторая фишка сразу же, то что Dual Pixel F, то есть их замечательный автофокус, работает также в этом 4К режиме. И помимо этого он работает еще и в Full HD режиме в 120 кадров, который ранее Canon записывали только... Любая камера Canon снимала только 720p 120 кадров. В данном же случае у нас полноценный Full HD 120 кадров. И все эти факты в совокупности, конечно же, не могут не радовать. Кроме того, там свежая матрица, 32 мегапикселя. Но опять-таки это фича только для фотографов. Для нас с вами это выльется дополнительными проблемами. Связано это с тем, что 4К уже не будет у нас, как на многих других камерах, там получаться при помощи оверсэмблинга с 6К. Так как матрица слишком большая, поэтому будет использоваться пропуск строк или какие-то другие методы, которые только ухудшат качество изображения. То есть следует предполагать, что 4К на 90D точно не будет таким фантастическим, как на других камерах, которые мы с вами привыкли видеть, типа Sony или Fujifilm. Ну и самое главное, стоимость этой камеры установлена на отметке 1200 долларов за тушку. И мы уже с вами можем предполагать примерно, сколько же она будет стоить у нас в России, когда появится. Что касается второй камеры, то это компакт Canon M6 Mark II. И в какой-то степени это даже более интересное решение, потому что его стоимость всего порядка 850 долларов. И я думаю, для многих начинающих эта камера будет интересной. Ну и теперь самое главное, давайте немножечко поговорим о тех людях, которые привыкли уже вот с давних пор, начиная с Canon 5D Mark II, наверное, который получил в свое время возможности видеосъемки. Конечно, тогда не было никакого автофокуса, ничего. Но, тем не менее, это была зеркалка, которая позволяла снимать видео, используя полный кадр, полнокадровую матрицу и, опять-таки, стекла. То есть, уже снимать видео не такого качества, как вот на какие-то плечевые видеокамеры, абсолютно все плоское, гиперфокальное. А снимать видео с красивым размытием и получать какие-то художественные эффекты. Так вот, начиная с тех давних пор, многие люди снимали, как делали фото, так и снимали видео именно на камеры Canon. И, соответственно, они же обрастали большим количеством объективов, и этих объективов на рынке становилось все больше. И даже по сей день именно объективы на Canon можно найти на Авито в огромных количествах и по недорогим ценам. Это и как бы привлекает большое количество новых покупателей к этой компании. Потому что вы понимаете, что, взяв какую-то там, выхватив тушку, ту же 80D, на нее спокойно можно было раньше снимать, да? Вы купили 80D и могли купить достаточно хорошие, недорогие, бэушные стекла. Ту же Sigma 1835 1.8 поставить и все, там перекрыть половину своих потребностей, пользоваться при этом автофокусом и, по сути, ни в чем себе не отказывать. Но отказывали вы себе в самом главном. Вы снимали Full HD до 60 кадров. Вроде бы все так. Это как раз то самое. Если вы снимаете свадьбы или какие-то ивенты, это именно то, что вам нужно. Но само качество, естественно, оставляло желать лучшего. Давайте немножечко попытаемся сравнить. Я не люблю вот таких прямых сравнений, да, каких-то конфронтаций. Например, все знают, что на 6000 серии камер Sony Full HD мыльное. На каждом форуме об этом строчат просто, я не знаю, тонны каких-то сообщений. Но, тем не менее, на камерах Canon, чтобы вы понимали, Full HD еще хуже. Ну, вот просто, вот чтобы вы пытались, могли как-то осознать, вот ощутить, да, оно там еще хуже. Оно еще более размытое и не детализированное. Оно. Наверное, нужно сказать сейчас самую главную мысль. Она касается как наших клиентов. Именно тех, с кем мы работаем, для кого мы работаем, куда мы постим свои ролики, которые мы делаем. Это немножечко продолжает те вещи, о которых я говорил в предыдущем своем ролике, по поводу свежих камер Sony и вообще по поводу выбора камеры. Перейдите по ссылочке, посмотрите, если еще не смотрели. Суть в том, что, независимо от того, что вы сняли, если вы снимать не умеете, то получится там полная дребедень. И более того, когда вы все это сняли и залили куда-то на тот ресурс, на котором вы будете это показывать людям, то грани стираются. То есть, если мы говорим о Sony, что вы сняли на 6300 Full HD, а что вы сняли на первую S, на которой лучшая Full HD в мире, потом, когда вы все это смонтировали, отрендерили и выложили куда-то на тот же YouTube или еще на какие-то ресурсы, все это, разница в качестве, нивелируется и улетучивается. Я вообще сам офигел, когда делал тест как раз в своей 6300 и первой S-ки товарища в разных режимах, сравнивав их друг с другом, естественно, на исходниках я видел разницу прекрасно. Залив это на YouTube, причем в максимальном качестве, все, разница улетучилась, ее практически нет. И вот то же самое я могу сказать, что если сравнить ту же 6300 с какой-нибудь из камер от Canon в Full HD режиме и потом все это смонтировать, как-то покрасить, я не знаю, накинуть резкости и вывалить это куда-то или там отдать клиентам, разницы этой никто не заметит. То есть, вот вы должны понять эту мысль, что по сути-то вы по-прежнему вот в нашей стезе можете спокойно работать вот на эти старые камеры, только если вы подавите в себе вот это вот желание первенства, желание обладать постоянно самой свежей, самой передовой техникой. Я понимаю, это очень тяжело, я сам такой же человек, мне очень тяжело осознавать, что я не обладаю самой передовой техникой и, скорее всего, именно это останавливает меня, ограничивает, и поэтому мои продукты, мои материалы хуже, чем материалы каких-то других людей в сети, которые я вижу. Да, конечно, мы пока что не видели исходников, настоящих исходников с Canon 90D, но, например, если говорить о Canon EOS R, это пока что на данный момент топовая полнокадровая беззеркалка от Canon. Ребята, чтобы вы понимали, у меня есть тест. Там во время теста я все это посмотрел, опять же, под впечатлением от каких-то отсказанного другими людьми, знаете, того вот, вот этого гнета общего. Но в итоге, как бы я не всматривался в эти исходники, мы даже провели повторный тест, то есть на моем канале два теста есть сравнение Canon EOS R с 6300. Когда мы снимаем Full HD на EOS R, то ощущение такое, что по сравнению с моими кадрами с 6300, ощущение такое, что да, полный кадр, да, есть бокешка, но помимо этой бокешки такое чувство, что сам человек, вот его лицо, оно тоже не в фокусе. А это оно не в фокусе, это просто недостаток резкости. То есть вот он... Мой вердикт такой. Я это... Вот именно то, что я сейчас скажу, это абсолютно субъективно. Мне не нравится, как снимает видео Canon EOS R. Вообще, абсолютно. То есть картинка вот уже по итогу прошедшего времени и проведения нескольких тестов, я все это отсмотрел. Мне абсолютно не нравится, как снимает видео Canon EOS R в Full HD. В 4К она, да, более-менее. Но 4К там огромный кроп, то есть кроп получается больше даже, чем на 6300. И качество там пиксель в пиксель, там тоже нет никакого оверсемплинга. В общем, такое себе. Ну, 4К, да, нормальное. Нормальное его можно снимать, но оно с кропом. А в Full HD оно просто отвратительно. Оно хуже, чем на 6300. И я даже не понимаю. Я не видел Full HD со старых Canon. Если оно там было еще хуже, то я даже не представляю, куда еще хуже. Хуже некуда. Но опять-таки не принимайте это близко к сердцу, потому что это мнение человека, который каждый день, каждый день, вот даже вот сейчас, вот 20 минут назад я сидел и смотрел в монитор, лопатил свои исходники, соответственно, монтировал очередные свадьбы. И когда запишу это видео, я сяду и дальше буду это делать. То есть у меня насмотренность, я вижу вот эти вот детали, все это смотрю ежедневно. И только я вижу, что вот это плохо, а это хорошо. То есть плохо и хорошо в абсолюте. Если взять и сравнить. Это хуже, это лучше. То есть надо же быть объективным. Вот если взять исходники с Fuji Firma, сразу мы поймем, они лучше детализирований, на Sony они хуже. Все, вот это объективно. И вот точно так же объективно, на Sony даже Full HD лучше, чем на Canon. Вот это объективно. Но тем не менее, и на то, и на то можно спокойно работать, и ваши клиенты нахрен не заметят никакой разницы. Им вообще наплевать. И вся моя риторика сводится к тому, что если вы по сей день, в 2019 году, хотите пилить свои видосики на Canon, и у вас есть любимые стекла, то спокойно можете приобретать себе и новинки, там 90D, и любые другие модели. Так как, вот если брать именно 90, то он поднялся даже по сравнению с Canon EOS R. 4K со всей матрицы, 120 кадров Full HD. Все, они приблизились к той же Sony. Но опять же, я знаю, что там есть ограничения 30 минут, как и везде, и плюс файлы по 4 гигабайта. То есть это ограничение файловой системы. У вас не будет так, что вы записали час, и этот час одним файлом, он будет резаться по 4 гигабайта. Такое небольшое неудобство. Может быть, конечно, поправят прошивками, но это не точно. Если продолжить говорить про Canon, у него есть замечательная C-серия, которая прямо буквально вот на днях появилась C500 Mark II. Это вот кинокамера профессионального уровня, которая будет стоить, там, я не знаю, порядка миллиона, 800 тысяч или более. То есть это 15 или 17 тысяч долларов. Вся ее фишка в том, что в данный момент это первая C-серия с полнокадровым сенсором. То есть там полный кадр, 5,9К, по-моему, разрешение. Она может писать все, что угодно, там, 10 бит, 4,2,2. Все это в себя. Может писать RAW. В общем, все прелести жизни, которые вы только можете себе позволить. Плюс, опять-таки, именно кинокамер Canon, киносерии, в том, что, несмотря на то, что это в какой-то степени кинокамеры, но так или иначе они обладают автофокусом. Так как все остальные кинокамеры вот в мире, они не обладают автофокусом. Это, конечно, большое преимущество. И плюс вот эта новая C500, она еще и будет обладать матричной стабилизацией. Это вообще какая-то фантастика, если честно. И, наверное, именно для рынка, не для нашего рынка, нас это вообще не касается, это никому не интересно. Но если вы все-таки в этой среде возитесь, то вам, наверное, ну, есть дело до каких-то новинок, что вообще происходит в мире. И вот мне так же, и я просто увидел анонс, посмотрел все спеки. И, наверное, для людей, которые занимаются именно в серьезных продакшенах и пользуются камерами по подобным ценникам, ну, это такая неплохая, достаточно неплохая вещь. Потому как я знаю, что, например, C200, это тоже такая достаточно крепенькая камера с 4К, с RAW-ом, все как нужно. Она очень широко используется, особенно за рубежом. И вообще, мне кажется, вся C-серия больше используется за рубежом. У нас, я не знаю, очень мало видео пользователей. В общем-то, как-то так этим роликом я хотел вам сказать, друзья, то, что снимайте на то, к чему у вас лежит душа, что, возможно, лучше лежит в руках, где вам нравится экран, где вам нравятся кнопки, где нет никаких вот предрассудков по поводу надежности камеры вы точно знаете, что это та вещь, которая вас не подведет. Ну и также, наверное, если говорить о ценах, то, блин, тот же 90D, все-таки они задрали, мне кажется, 1200 долларов. 1200 долларов, это, если говорить по сонькам, то это 6400. 6400 или 6500 как раз около того стоит за тушку. Ну, блин, она по всем параметрам, мне кажется, будет делать этот Canon в любом случае. Единственное, чего мы не знаем, есть ли на этом Canon логи. То есть, опять же, ограничение по видеосъемке. Скорее всего, не будет пикчер профилей, лого точно не будет. И, блин, это зеркалка, здоровая, неудобная зеркалка. Поэтому я не знаю. Конечно же, мое мнение, как человека, вот, кто хочет взять, поступить максимально объективно, взять что-то нужное, я-то для себя уже взял. Да, я все равно считаю, что даже вот в кроп-сегменте на соньке все-таки записывать видео лучше. Я не говорю, что будет результат, тот, который, результат, который вы будете получать, он будет прям гораздо лучше, и все, и прям вот Sony топ, там все, не покупайте больше ничего. Нет, совершенно нет. Те люди, у которых уже есть все, что касается этой системы, опять же, аккумулятор там, LP-E6, все тот же старый. То есть, те, у кого их россыпи, у кого все объективы под Canon, им не нужно рваться и менять систему спокойно. Вот выходит ваша новая камера, все, возрадуйтесь, бегите, несите деньги в магазин, покупайте 90D и будьте счастливы. Я надеюсь, друзья, что вы тоже всегда в своем выборе будете благоразумны и объективны. И этот ролик принес вам хоть какую-то пользу. Ну и как всегда, креативных вам съемок, хороших клиентов и дорогих заказов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok